Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на моём канале, и мы продолжаем играть This is the Police. Поехали! День 66. Итак, начинается у нас день. Все у нас на месте, все хотят работать, я надеюсь. Поэтому начинаем. Так, давайте закажем что-нибудь новенькое. Что-нибудь новенькое. Что у нас тут есть? Может быть, вот это что-нибудь? Давайте вот это закажем. И послушаем, соответственно. Какое-то солнышко у нас. Так. Ничего себе. Ничего себе, вот это музыка. Так, члены банды. Бруно оказался членом банды под названием Похоронное бюро. Он может помочь вам уничтожить банду, если вы сделаете его информатором. Ну, конечно, хотим, да. Банды это всегда деньги, награда 35 тысяч, поэтому, конечно, да. Так. Понятно. Давайте посмотрим. Мы сможем его допросить. Давайте допросим. Так. Это информация, да, у него. Попадал в больницу с подозрением на электрический ожог. И с тех пор избегает электроприборов. Если что, припугнуть можно будет его. Так. Что здесь еще у нас? Побеждал десятки соревнований. Бросил спорт. Тоже можно на него, да. Что мы можем ему помочь? Регулярно подвергался насилию дома. Значит, про родных нельзя говорить. Боязнь темноты у него еще и пространство. Ладно, попробуем. Так. Кто тебе поставляет наркотики? Говори, блин. Я сам себе босс. Уебок. Ах ты гадина. Так. Окей. Ты в последнее время как-то сильно сблизился с Данте. Он один из твоих подчиненных или твой босс? Давайте вот это и выберем. Я впервые слышу это имя. Так. Ты лжешь. Тебя усыновил после смерти родителей. Это, наверное, нет. Несколько раз вносил за тебя залог. И забирал с тюрьмы. Глупо отпираться. Вот это, кстати, подходит, мне кажется. Ладно, ладно, я все расскажу. Ок, что-то как-то мы быстро. Ладно, ладно, я все расскажу. Снабжал меня наркотиками. Я отвечал перед ним. Так. И у нас появился новый фигурант, да? В деле. И мы, в принципе, можем начать расследование. Почему бы и нет? Отправлять там нам некого. Отправлять-то нам некогда. Давайте-ка мы в первом делом посмотрим, кого мы из детективов. Пока всех уберем отсюда, потом мы с вами переделаем там все. Детективы тоже убрать. Давайте смотреть. Смотрите, у нас два надо. А что у нас здесь? Четыре у нас доступно. А сколько здесь? А, ну это вот эти, получается, ребята. Так, а сюда мы, знаете, как сделаем? Каким образом? Серийная, да, у нас убийство. Десятилетняя женщина была жестоко убита в своей квартире. Давайте, наверное, туда крутого чувака и вот этого. И Кузьму отправим. А что Кузьма и Негору, блин? Ладно, продолжить. Пускай они туда едут. А этих мы двоих сюда отправим. Я думаю, что нам уже пора вот с этим расследованием как-то его расследовать. У нас 10 кадров. Так, и у нас, кстати, посмотрите, какая команда. У нас молодой бородатый. Это какая у нас? Это смена А. Получается, завтра мы будем расследовать это все дело. Так, хорошо. Полицейских у нас очень много. Поэтому я думаю, что день будет хороший. Забрать все себе. Джонсона, я думаю, что надо отправить на лычку. Давайте мы так и сделаем. Полицейская академия. Джонсон отправить. И жилой квартал. Есть нападение. Тучный мужчина застрял в лифте. И когда лифтеры вытащили его из кабины, он набросился на одного из них и стал душить. Я уже третий раз на работу опаздываю. Из-за вашего сраного лифта. Да, бывает такое дело. Так, что же нам отправить? Надо мужиков отправлять. Давайте вот этого товарища отправим. Одного средненького и одного. И вот эту даму. Пускай езжают. Так, что у нас дальше? Давайте смотреть. Так, серийное убийство. У нас три новых кадра. Ну-ка, что-то новое. У нас убили чувака. Детектив убит. Кузьму убили. Ё-моё. Попал в ловушку. И скончался. Ничего себе. А так кажется, можно еще это. Терять и детективов. Опасная работа. После глупой смерти Кузьмы мы с ребятами поговорили и решили, что не будем ездить на такого рода задания без прикрытия спецназа. Ну, это логично. А вот Кузьму жалко. Так, новая подсказка. Привет, Джек. Уверен, прозвище Дантист нравится себе не больше, чем мне. Но давай представим, что именно так меня и зовут. Чтобы побыстрее перейти к делу, внимательно посмотри на открытку, что я прислал. Она подскажет тебе верное место, где я кое-что спрятал. Улика, которая поможет тебе выйти на след. У меня есть причина дать тебе шанс поймать меня. Но не смей делиться этой подсказкой с федералами. Иначе больше не получишь от меня ничего. Поспеши, если ты не выяснишь верное место за 24 часа, я заберу оттуда улику. Ух ты. Давайте федералам не будем давать. Давайте попробуем сами оставить подсказку. Так, у нас есть подсказка. И что тут? Перевернуть. Ага, тут что-то написано. Привет, Джек. Уверен, прозвище... А, ну это то же самое. Ну как мы найдем место? Я что-то не догоняю кадры. Пиццерия какая-то. Это нам соединить или что надо? Что-то я вообще не понимаю. Нифига. У нас еще какие-то подсказки, наверное, должны быть. Ладно. Ого, сколько там мест. Ничего себе. Прикольная серия. Шеф, ты ввязался в опасную игру. Тебе не обойтись без улик от дантиста. Он ключ к тому, что произошло с жертвами. Изучи открытку изображения на ней... А, ну это нам пояснение идет. На ней поможет тебе определить верное место с уликами. Отправь туда детективов. Не стоит слепо гадать. Тебе наверняка не хватит ресурсов, чтобы объехать все возможные места вовремя. Прикольно. Давайте просто продолжить. Так, расследование началось. Что-то мне эта музыка, которую мы с вами купили, нифига не нравится. Так, хранение наркотиков. Понятно. Так, давайте-ка мы... Давайте-ка мы уберем детектива отсюда. Одного так. Пока ладно с этим хранением наркотиков. У нас есть вызов, кстати. Покушение на убийство. Пожилой консьерв сообщил, что увидел в окно разъяренную девушку, которая бьет чью-то машину. Бейсбольный битый кричит. Выходи, тварь, крашеная. Это, я так понимаю, соперница? Выходи, я знаю, что ты слышишь меня. Я тебе лично прикончу сейчас. Но я думаю, там ничего страшного нет. Ну, давайте офицера одного постарше, так сказать, отправим. И кого-нибудь... И Дэвис пускай едет. Так, что же нам делать? Давайте-ка мы в полицейский участок посмотрим, что у нас на бирже. Смотрите, у нас есть... Появился нормальный персонал. Мы можем кого-нибудь нанять. Так, вот Кузьму у нас убили. Нам в смену Б нужен по-любому детектив. Смена Б. Давайте этих молодых тоже наймем. Пускай будут. Так, и можно было двоих вот этих офицеров нанять. В принципе, у нас равное количество получается. Давайте сделаем таким образом. Этот смену А, а этот смену Б. И пока, наверное, все. Так, так. Отчеты нападения. Что у нас там? Поймали, молодцы. Что у нас тут? Нам деньги дадут. Полицейский получит 300 долларов за работу. 300 баксов все лишь. Нам может вот этих дозиков послать? А давайте пошлем, пускай. Так, давайте с расследованием. Что у нас здесь? Пиццерия. 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 Так, а у нас здесь что? Еще одна пиццерия. Тут 4 пиццерии, что ли, получается? Да, 4 пиццерии. Так, а как мы можем узнать по кадрам? Какая? Он нам открытку дал, да? Рассмотреть открытку. Какая тут может быть пиццерия? Хм. Непонятно, что-то. Что-то как-то непонятно. Ну, свет может быть схож вот с этой пиццерией. А что она моргает-то? Может, тут надо что-то выбрать? Нет? И что эти кадры нам дают? Зеленый. Так, а вот эта пиццерия, она тоже непонятно какая она. Фиг его знает. Холли Хаус. Так, у нас есть поджог. Давайте отправим на расследование. Давайте вот этого отправим. А этот у нас будет серийным заниматься тогда. Один он поедет туда. Так, крыса, заместитель. Джек, офицер, каким-то образом узнал о том, что ты утаил присланную открытку. Он потребовал, чтобы я срочно принял меры, иначе он доложит в прокуратуру. Я смог его убедить подождать до послезавтра. Но если мы... Но мы должны что-то предпринять. Ох, блин, гадина. Как нам узнать, кто? Кто это был? Кто это был, блин? Так, эти поймали. Отчет. Все, они уже вернулись? Ничего себе, 10 тысяч нам дали. Класс. Так, так что же нам делать с этими пиццериями? Ладно, давайте мы не будем терять время, мы отправим в спецназ, а нам надо два детектива. Ха-ха-ха. А как мы отправим второго? У нас нету детективов. Да мы сейчас просрем, походу. Ладно. Расследование началось. Но у нас теперь поджог есть зато. Так, давайте-ка мы в расследование вернемся. Вот этот, который поджег, мы отправим в архив. Хранение наркотиков в архив. Двойное убийство и вот эти два пускай у нас будут. Так. И посмотрим, мы сейчас можем выбрать или нет? Серийное убийство. Можем. Так. Давайте вот этого и вот этого. И спецназ. Отправим. Так, хорошо. Что у нас здесь? Здесь мошенничество. Сотрудница банка сообщила, что к ним пришел подозрительный тип, который пытается обнаружить явно поддельный чек. Обналичить явно поддельный чек. Кассир также отметил, что этот человек что-то прячет под курткой. Ну, может, пистолет какой. Давайте мы Асана отправим. Ситуация, походу, серьезная. Джонсон отправим. И двух вот этих. Пускай езжает. Что у нас здесь? Кражи. Рынок. Майкл отлучился от своей овощной лавки всего на две минуты. Но кто-то успел утянуть огромную тележку с арбузами. Прикольно. Я эту тележку купил всего месяц назад. Она оранжевого цвета, ее легко узнать. Так, отправим одного старшего тогда туда. Додика одного отправим. И двух более-менее. Так, ну все. Ждемся, ждемся. Я не знаю, что нам с этой открыткой делать. Вот честно не знаю. Как нам определить? По картинке определить? Непонятно. Ладно. Давайте дождемся. Может мы так на авось найдем этого серийного убийцу. Так, отчет. Ес, мы нашли улику. Блин, е-мое. Торкнули пальцы в небо и нашли. Так, вы нашли спрятанную дантистам улику. Отлично. Кусок, короче, ткани какой-то, да? Открыть расследование. Ну, так это все. Вот они связаны. Тут все понятно. Так и что теперь? Так, есть вызов. Давайте отреагируем. Незаконное проникновение. Так, Билл сообщил, что на его ферму пришло два десятка каких-то сектантов, которые утверждают, что дом и вся прилегающая территория принадлежит им. Ну, это надо больше отправлять полицейских. Пока, наверное, нет. Так, мошенничество. Подозреваемый сидит на стуле и явно нервничает. Увидев полицию, он еще сильнее начал стучать ногу по полу. Положить руку на пистолет и медленно подойти к подозреваемому. Давайте положить руку на пистолет и подойти. Опа, вот это поворот. Мужчина резко вскакивает и хватает рядом стоящую женщину, приставив ей к горлу огромный нож. Он понял, что полиция появилась из-за него. Вас ничем не обвиняют. Давайте просто проедем в участок и обсудим. Не, наверное, нет. Отпусти женщину и проваливай отсюда. Мы не за тобой пришли. Давайте угрожать будем. Придется упаковать в мешок для трупов. Отлично. Он испугался. Он испугался. Так, блин, у нас вызов еще один. Прямо по рынку... А, это про рынок, да? Прямо по рынку пожилая пара катит большую пожилая пара синюю телегу с фруктами. Какую? Синюю? А там же, по-моему, не синяя была. Или синяя? Продолжить поиски преступников. Ударить мужчину дубинку? Нет, давайте допросить. За фермерским рынком стоят три тележки, среди которых есть оранжевая с арбузами. Рядом три женщины что-то переносят в небольшой грузовик. Давайте. Дамы, добрый день. Не видели здесь никого подозрительно. Какие-то мрази воруют арбузы. Давайте вот подождем, пока кто-то не подойдет к оранжевой тележке. А, отлично, поймали. Молодцы, мы молодцы, мы профессионалы. Так, есть еще один вызов у нас. А, это тот, который у нас... Пока у нас некого отправлять туда. Хорошо. Что же нам делать вот с этим? Как нам объединить это все дело? Ладно. Или там... А, там, наверное, надо собрать подсказки, я так понимаю. Все. Ну, кто-нибудь успеет вернуться? Ладно, давайте пока этих отправим. Всех. Возможно, они запросят поддержку, и мы тогда... Буквально секунды не хватило нам. И мы тогда отправим всех остальных туда. Так. Это, я так понимаю, уже будет последний вызов за этот день. Так, незаконное проникновение. А, они молодцы, они справились. Двойное убийство, отчет. Открыть расследование. Опа! Опа-па! У нас тут кадров тоже уже много, надо будет поковырять как-то на досуге. А кого мы можем нанять в бирже труда? Полицейского? Нет, полицейский нам пока не нужен. Хотя бы, если бы вот этого уволить, может, убьют кого-то. Так, ну что, заверши день. Так, ну что же, да, объявить мертвым нашего детектива. Так, и у нас будет смена А. Довольно много детективов. А этот какой-то уставший у нас, бедный. Бедный, уставший. Я думаю, что у нас все будет хорошо. Смотрите, в очках. Джеймс Бонд, блин. Жилет. Лучше для мужчины нет. Ладно, завершить. День 67-й. Так, я слишком устал. Так мы его, по-моему, только наняли. Как он это, домой? Домой же хочешь? Ладно, но приходи завтра. Так, может, он прогульщик какой-то. Мои котики наелись с просроченной сметаны. Ну и что? Я перебрал с выпивкой. Едва я смогу сегодня работать. Ладно, приходи завтра. Нафига нам алкаши? Так, начать день. Не понравилась мне эта песня. Давайте мы купим что-нибудь еще. Что у вас еще есть? Давайте вот это послушаем. У нас стоит, кстати, дорого. Так. Саксофон какой-то у нас тут. Че, прикольная музыка, мне нравится. Так. Мафия, ваша доля? 12 тысяч. Нифига себе забрать. Все себе забрать. Мэрия. Смените детективов. Поскольку ваши детективы прозевали появление во Фрибурге опасного серийного убийцы, стало окончательно понятно, что они никуда не годятся. У вас есть 7 дней на то, чтобы полностью обновить штат. Следователь, найдите ребят по умнению. А недоумков увольте. Блин. Нормальные детективы? Че они? ТВ-шоу. Мэрия. Джек, нам стало известно, что твои сотрудники наговорили всякой дряни на камеру. Очернили тебя полицейский участок. Нам пришлось надавить на телестудию и закрыть шоу. Впредержи своих болтливых обезьян в узде. Чавес. Ах ты гадина. И вот этот. Я вот... Вот это вообще нахрен уволить надо. У нас есть причина его уволить? Вот этот очкарик. Значит, мы что-нибудь с тобой сделаем. И Чавес. А вот ты? Ты тоже молодец. Ладно. Будем ждать. Мы подождем, пока вы где-нибудь обосретесь. Так. Расследование. Это ж наше расследование получается. Давайте мы туда добавим детективов, каких можем. Может, им дадут что-нибудь интересное. Так. Наших восемь. Еще раз проверим. У нас смена А. Смена А. Да, это молодой бордатый. Это в этой смене. Поэтому... Поэтому давайте мы попробуем расследовать. Банды. Это хорошо. Детали. Так. Ну что, смотрим. У нас добавилось два новых кадра. Вот это явно был не грузовик. Поэтому карточки с грузовиком однозначно убираем. Так. Вот он, допустим, он шел. Он шел. Нет. Стояла машина, ждала его. Он пошел. Начал переходить. Пешеходку. Это последний кадр. И она его сбила. Ну, типа того что-то нет. А если вот так? Она его... Нет. Вот. Все. Точно. Смотрите. Машина стояла. Поехала за ним. Да. Лейтенант. Мафия Сэндов. Нифига себе. Подозреваемый. Так. Ну что. Отправляем сразу туда. Кого туда из офицеров отправить? Давайте, наверное, самоде отправим. И рот. Пускай рот едет. Сват. Я думаю, не стоит. Продолжить. Тем более, он там с семьей тусуется. Так. Хорошо. Продажа наркотиков. Пожилой мужчина. Пожалуйста. Что? В подъезде его дома маячит подозрительный парень. Он точно здесь не живет. Я всех соседей знаю в лицо. Думаю, он продает наркотики. Мне кажется, это ложный вызов, скорее всего. Давайте вот этого отправим. И вот этих троих. Так. Полицейских у нас маловато. Поэтому надо... Сейчас у нас посмотрим, что у нас с расследованием. Если у нас все будет окей, то мы тогда будем смотреть, что у нас там дальше по плану. Так. Отчет о продаже наркотиков. Да. Ложная тревога. Ну, мы знали. Так. Преступник пойман. Отлично. И у нас, по идее, он же в банде. Или как? Или где? Так. Ладно. Пускай они вернутся. Есть ли у нас кого-нибудь отправить на лычку? Гранда можно отправить. На вторую лычку. Давайте-ка мы отправим ее. Так. Иди. Она, кстати, с нами давно уже. Я думаю, она заслужила это. Так. Ну что? Вроде бы все вернулись. У нас как-то тихо на сегодня. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Двойное убийство. Бородатый старый. Это он, по-моему, смена Б у него, да? Бородатый, бородатый. Да. Кейс. Это кейс, который у нас. Он в смене Б. Детали. Детали довольно много. Надо будет смотреть. Двойное убийство. А, это когда? Ясно, я вспомнил. Это когда мужчина там, да? Убил одного, второго. Так. Надо к тебе кого-то на помощь. Детали. Надо кого-то со смены. Бородатый. Это кто у него там в смене? Может быть, вот эти... Блин, ну надо вот этих тоже прокачивать. Боулинг. О, давайте боулинг отправим. И айрон. Боулинг, айрон. И хлор. Клорту. Вот этих надо отправить. Расследование. Давайте мы тебе поможем. Детективы. Где у нас? Боулинг. Айрон. И хлор. То все. Вот тебе помощники. Я думаю, что вы справитесь. Так. А что у нас с расследованиями в архиве? Что у нас там есть? Так. Хранение наркотиков. Поджог. Открыть дело снова. Хранение наркотиков. Так. Давайте бородатый молодой. И два вот этих. Продолжить. Так. Хорошо. Пока все. Что у нас здесь? Нападение с применением огнестрельного оружия. Это круто. Давайте нашего еврейчика качать. Походу. Кинстона. Но он похож на еврея. Я не знаю. Так. Огнестрельное оружие. Давайте вот так отправим. Надо вот эту вот качать даму. У нее все-таки две лучки. Так. Отчет о нападении. Есть. Поймали. Отлично. 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 И вернулись все. Так. Еще один вызов. Захват заложников. Сват. По-любому. Автозак. Офицеры. Давайте всех. И вот этого тоже качнем. Всех крутых отправим. Может это отвлекающий маневр какой-то был? Да. Прокачали мы так уже круто, да? Кингстон 625. Офигеть. Ну что там? Отчет. Всех понимали? Гражданские невредимы. Молодцы. Роты у нас уже 250. Так. Есть у нас похищение. Так. Давайте подождем, пока вернутся все остальные. Ладно. Хотя можно почитать. Так. Это пригород. Филиппе сообщил, что его бывший партнер по бизнесу вместе с тремя вооруженными сообщиками ворвались к нему в дом и стали требовать деньги. О, это прикольно. И они его похитили. Надо, надо, надо сват туда. Туда надо вообще крутых ребят отправлять, наверное. Так. Отправляем сват. Ну давайте Кингстона. Ладно, бог с ним. Самади. Вот этого. И каких-нибудь... Вот этих. Все, давайте, валите. Так, что у нас здесь? Убийство Мотель. Менеджер Мотеля увидел, как в одном из номеров какие-то люди затащили подвижное тело. И сейчас с грохотом ходит по комнате. Явно что-то разыскиваю. Но этому он мог быть пьяным. Так что тут ничего такого. Давайте вот этих отправим. Так. Ну если что, у нас как бы три есть. Три. Три полицейских есть. Ну посмотрим. Под конец что-то как-то много это сразу из-за устала. Так. Хранение наркотиков. Что там? Открыть. Ну пока это мало, только три. Ну какое-то левое дело там. Всего четыре получается. На кольте заброшено дома. Стоит мужчина. Это что у нас? Это похищение. Это где у нас курты, да? Там приехали. Стоит мужчина с пистолета в руке. И курит. Выстрелить с подозреваемым. Бойте. Дом зайти с черного хода. Давайте мы зайдем с черного хода. В доме громко ревет музыка. Трое вооруженных мужчин сидят за столом, играют в карты, а в углу сидит испуганная женщина с ребенком. Набросится на мужчину. Выдвинуть шнур из розетки, выдернуть и приказать мужчинам бросить оружие. Давайте прикажем бросить оружие. Опа! А что нам надо было сделать? Пипец трех полицейских наших. Но этого как бы не жалко, 150. Это тоже, в принципе, 215. Доуэлл этого жалко. Да у него все-таки две рычки было. Ладно, надо было туда крутых. Я чувствовал, что надо туда самых крутых отправлять. Так, убийство мотеля. Внутри мотеля виден свет от фонариков и слышны голоса преступников. Давайте, это полиция, выходите с поднятыми руками. Преступники растерялись. У одного в руках нож, а у остальных только фонарики. В комнате лежит труп мужчины с ножевыми ранениями. Вы окружены, немедленно бросаетесь и так, и поднимите руки. Все, всех поймали, молодцы. Блин, но туда надо было, конечно, крутых отправлять. Три офицера погибло, офигеть. А нам у нас там... А нет, смотрите, мы можем нанять. Это смена А, давайте мы сразу наймем. Смена А. А этих надо хоронить. Так, ну что, завершить день. Объявить мертвым. Объявить мертвым. Объявить мертвым. Ну что, дорогие друзья, вот такая вот у нас серия получилась. Особенно первый день мне очень понравился. Столько много новой информации. Серийный убийца какой-то. Мы расследовали одно преступление. И у нас еще несколько добавилось. Еще у нас еще и банда, блин. Главаря надо поймать. Короче говоря, игра мне все больше и больше нравится. Надеюсь, вам тоже. Ну а я в свою очередь говорю спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok